Вечер 18 сентября. Вместе с сотрудниками ГАИ еду на привокзальную площадь. Почти два часа здесь идут дебаты с нарушителем правил дорожного движения. Был остановлен водитель, который управлял транспортным средством без ремня. Это зафиксировано прибором работы инспектора. Водитель категорически отказывается выйти с автомобиля, представить документы. И таким образом подвергнутся административному взысканию. Как выяснили сейчас, когда мы посмотрели по административной базе, у него не уплачен административный штраф в размере 500 рублей. То есть он должен быть подвергнут еще одному административному правонарушению. Как долго это происходит у вас сейчас при пирательстве? Как давно он не выходит? С 18 часов 30 минут. А сейчас у нас практически 8 вечера. Да, совершенно верно. Молодой человек, два слова. Здравствуйте. Что вы можете сказать на то, что говорят сотрудники ГАИ? Почему вы не выходите? Презвол сотрудников полиции. Я выполняю все законные требования. Штрафы не оплатил, поскольку еще не вышел срок давности. Если вы выполняете законные требования сотрудников полиции, почему у вас документы лежат на соседнем сидении? На соседнем сидении они предъявлены сотруднику полиции. Документы на машину, страховой полис. Почему у вас лежат в машине, а до сих пор не предъявлены сотрудникам полиции? Не переданы согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения. Видуально определили, что они для этой машины страховой полис. Предъявите, пожалуйста, очередной в раз я вас спрашиваю. Предъявите согласно пункту 2.1.1 правил дорожного движения. Почему не остановили? Произвол сотрудников полиции. Подождите, законные требования существуют. Что вам мешает предъявить документы? Сначала они должны предъявить, что я нарушил. Но я ничего не нарушал, у меня незаконно стоили. Вот кадр прибора видеофотофиксации. Водитель не пристегнут. Вас как зовут? Меня зовут Александр. Александр, говорили, что вы были не пристегнуты. Это правда? Нет, всегда езжу пристегнуты. Вы давно за рулем, Саш? Уже год как. Год. Но вот такое отношение сотрудников полиции только в нашем. Подождите, вот сотрудники полиции, они вас оскорбляли? Год старший просто смеялся, высмеял меня. Каким образом он вас не смеивал? Ну скажите. Ну угрожался у меня там посадить в машину, ППС там увезет куда-то. Они стоят, смеются, глядя на меня. Я не представляю, что они... Вот сейчас улыбаюсь. Вот это вот называется улыбка, да? Вот это вот улыбка. А если вот полтора часа вот так вот стоять, вы знаете, наверное, любой улыбнулся, стоять около вас с памятником. Но он стоит не полтора часа для лепого. Вот данный сотрудник стоит полтора часа. Вот этот человек, да? И он тоже, видите, устал и улыбается, да? Да, я устал стоять. Почему меня здесь держат? Почему вот до сих пор не составлен протокол, что меня задерживают? Два часа, два часа сотрудники меня задерживают. Саш, ну так вы предъявите документы? И всё, незаконно водительское моё изъятое. Я не знаю, почему. Александр Александрович, мы ещё раз вам предлагаем предъявить документы сотруднику ДПС. Ваши свидетельства о регистрации транспортного средства, ваша страховка. Передайте, пожалуйста, в руки, так как положите, согласно правилам дорожного движения, водительское заседание. Водительское заседание документа на автомобиль передаются сотруднику ДПС. Вы по первому предтребованию должны и обязаны предоставить их, а также обязаны предоставить номера и узлы, агрегаты автомобиля для осмотра. А также предоставить для осмотра салон и багажник, если это нужно. Если это нужно, в очередной раз предлагаем вам выйти из автомобиля и представить документы. В документации 3 административного кодекса вы сейчас представляете себя под неповиновение законному сотруднику полиции. 12-3 не приписывается, если я не дал документы. Это часть 12. Законному 3 сотруднику полиции. 12-3, часть 1. Нет у меня документов. Но на машину нет. Нет у вас документов. Вы себя адекватно? Как себя чувствуете? Вы не находитесь в наркотическом опынении? Вы считаете, что вы идёте себя адекватно, держа в руках документы на машину и говоря, что их у вас нету? Во время бесконечных разговоров водитель держал в руке один из требуемых документов. Водительская ваша у меня, вы его мне после часа общения с вами передали через ответственного по управлению ГИБДД Тверской области. Продолжаем дальше. Передайте остальные документы. Я правонарушение чётко вижу зафиксировано на приборе. И я верю показаниям сотрудника ДПС. И я верю административной базе, которая говорит о том, что у вас не выплачен штраф административный. И я верю своим глазам о том, что сейчас вы оказываете неповиновение законным требуемым сотрудников полиции. Вы выйдите, пожалуйста, из автомобиля и предъявите инспектору документы. Спасибо большое. Вы не можете мне приписать неповиновение. Вы отказываете себе документы? Да не отказывайся. Я говорю, у меня их нет. Нет. Вот так. А в руке что, Саша? Вы сейчас себя чувствуете? На какую? Не знаю. У меня много машин. Тем временем над городом сгущалась тьма. Передавать сотрудникам документы водитель явно не собирался. Вы не имеете права, я передал документы. Снимите. Снимите, что лежит на машине. Лежит на машине. Мои документы забрали. Не поздно. Я передал. На видео видно. Все видно, что у меня в руке были документы. Я их передавал, когда меня заковали в наручники. Молодой человек, вы в адекватном состоянии, скажите? Я в адекватном состоянии. Абсолютно трезвый. Противоправные действия сотрудников полиции. Вы же не отдавали эти документы самостоятельно? Когда вас вынули из машины? Меня остановили двух понятых. Не имеют права меня вот так вынести из машины. Вот, смотрите, снимайте, что я в наручниках. Не остановили понятых. Не предупредили, что меня сейчас вытащат из машины. Обратите внимание, что водитель находится в неадекватном состоянии. Конечно, мне адекватно. А вы будете адекватны, если меня закуруют наручники? Вот посмотрите на блеск глаз и на размер зрачков. Посмотрите на меня, пожалуйста. Вы на употреблении наркотики? Нет, не употреблял. Не употребляю и не буду употреблять. Я повторяю, это не первый раз. Снимите, что... Вот документы у сотрудников. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. Вот страховка, мои документы на машину у них. Почему меня закуруют? Вы не предупредили, я передал. Я передал. Достал документы. Действительно, запись того, как ему предупреждали и объясняли. Под камер здесь все видно. Под камер, если она снимает, я передал. А вы даже... Поднял руку с документами, чтобы передать. Документы. Меня уже заковали. После составления документов водители повезли на медицинское освидетельствование. Но перед этим в машине ДПС Александр бросил в сторону сотрудников довольно недвусмысленную фразу. Вы еще не знаете, насколько вы попали. Вы угрожали сейчас сотрудникам? Наличие алкоголя и наркотиков в организме задержанного экспертиза не показало. Хотя поведение молодого человека нам показалось странным. Я не задержанный, я не в наручниках. Меня просто усадили в патрульную машину. Вот, я не задержанный, у меня нет на руках. Тем же вечером нарушителя доставили в отдел полиции.